Итак, сейчас я расскажу вам, какой у меня есть картон и где я его брала. Начну вот с таких вот картоночек, с маленьких. Я уже много раз рассказывала, но повторюсь. Их я купила на сайте Авито у одного мужчины в очень большом количестве. Буквально за 300 рублей он мне продал столько штук, что они у меня заняли весь багажник. И еще на заднем сиденье несколько пакетиков было. В общем, это основные мои картонки, на которых я пишу миниатюры. И они все одного размера. 12 на 20 сантиметров. В дюймах это 8 на 4,8 дюймов. Вот, я их грунтую, эти картоночки, и потом пишу уже маслом или акрилом сверху. Это основные. Дальше. Вот такой вот картон. Называется он переплетный картон. Размер чуть больше А3. Я его еще немного на нем писала. Но, тем не менее, я пробовала писать на нем вот такие вот работы большие. Ну, вот, сам формат. Тоже хорошо ложится грунт. Краска единственное его ведет. Видите, как ведет. Поэтому я тоже его рекомендую резать на маленькие квадратики, прямоугольники и писать миниатюры. Либо оформляйте уже сами вот эти вот работы. В любом случае этот картон поведет. Оформляйте их в рамы и продавайте уже оформленными. Вот такое вот продавать я не рекомендую людям за границу. Если по России, когда вы встречаетесь с человеком на выставках или где-то вы продаете, вы еще можете ему предложить такую работу, сказав, что ну сами оформите или что, то за границу лучше отправлять в оформленном виде, чтобы уже человеку приходил хороший товар. Вот так вот. Даже я не помню, это дешево. То есть я все, что было у девушки, я все у нее забрала 6 или 7 пачек. Так, это второй картон. И последний, третий картон. Это большие листы. Покупаю я их в художественном магазине. Называется у нас салон-художник. Сейчас покажу. Вот такие вот большие листы. Метр на 80. Или метр на 70. Тоже у них ширина, толщина, как и у всех тех двух других, 2 миллиметра. И также я его режу и грунтую. Вот этот лист я загрунтовала весь. Я его загрунтовала, чтобы сделать паспарту. То есть иногда я сама еще делаю паспарту. Поэтому вот кусок вырезала, загрунтовала. Такой лист в салоне стоит порядка 80 рублей. Около 90. Ну, понимаете, да? 90 рублей вот такой лист. Либо вот пачка, да? 120, по-моему, рублей. Или вот то, что я покупала 2 года назад за 300 рублей. И мне хватило на 20 с лишним года. Смотрите, друзья, везде на сайтах. На Юле, на Авито. Постоянно мониторьте. Если вы хотите писать постоянно, да, какие-то вот небольшие работы, то нужно приложить усилия и поискать этот картон. Не рекомендую писать на тонком картоне. Вот там вот сзади, может, увидите. Вот там коричневое. Это тоже картон. Он 1 мм всего. Я его даже не показываю, потому что он у меня для других целей. Для миниатюр, скорее всего, он не подойдет. Не советую писать на картоне меньше 2 мм. Даже миниатюры. Вот этот вот картон, его даже если маленечко поведет, его можно вот так вот помять, и незаметно он выпрямится без разных сгибов. Тонкий картон. Будут видны сгибы, переломы. Дальше. Тонкий картон, он как бумага. То есть его нужно, если оформлять, то под стекло, под пластик. Это дополнительные затраты и с вашей стороны, если вы оформляете, и со стороны покупателя. Потом покупатели иногда ставят работы без рамок. Вот прямо вот в таком виде на полку приставят, и все. То есть для них это тоже как бы нормально. Тонкий картон так не станет. Он как бумага, на что тоже пробиваться, падать. Так, еще какой-то пункт, почему я не советую на тонком картоне рисовать. При отправке, если вы видели мое видео, как я упаковываю миниатюры, там видно, что я просто в пленочку и в тонкий картон, как в конверт отправляю, и все. Тонкий картон вам нужно будет проложить таким же вот толстым картоном, чтобы при транспортировке не помялся и ничего с ним не случилось. Это опять дополнительные траты и на доставку. Ну и просто вам опять придется такой же картон покупать для подложки. То есть вот этот вот пункт тоже учтите. Вот про картон вроде бы я все рассказала. То есть где его покупать, тоже поняли, да? Сайты объявлений, либо художественные магазины. Толщина не менее 2 мм. Ну и размеры для миниатюр выбирайте для себя подходящие. У меня они 12 на 20 см, потому что изначально у меня было куплено полмашины этих картонок, и теперь это мой основной размер. Вы себе можете выбрать размер любой. Можете подстроиться под тот рынок, на котором вы продаете. Если вы будете писать работу для России, это размер 10 на 15, 15 на 20 максимум, ну чтобы покупатель уже знал, какую рамочку ему готовы в магазине купить. Если вы будете писать на зарубежный рынок в дюймах, то смотрите, я точно не знаю, какие у них там в ходу размеры, но они у меня очень часто покупают размер 6 на 6 дюймов, 6 на 8 дюймов и 8 на 8 дюймов. Вот такие вот размеры. Еще 10 на 10 дюймов. Как понять, какой там ходовой размер, я не знаю. Я пыталась по рамкам посмотреть, то есть заходила на сайт на тот же Амазон и смотрела, какие там стандарты рамок для фотографий. Ну, непонятно, разные, размеров очень много. Поэтому я сделала вывод, что для них не проблема рамки. То есть они купят рамку, а потом уже под нее подберут раму с паспорту или без паспорту. Некоторые у меня оформляли вот просто в большую рамку и на стекло как-то вот приклеивали. В общем, вот такое какое-то необычное оформление было. То есть по размеру сильно не парьтесь. Выбирайте тот размер, который для вас удобен. Для меня сейчас удобен вот этот размер 12 на 20 см. У меня рука уже как бы приучена к этому размеру и я очень легко пишу эти работы. Все, по картону все. Продолжение следует...